Нет лучше времени, чем пожар, чтобы что-то начинать. Собрать этих людей на пожар, людей собрать очень просто. Продолжить дальше, чтобы они чувствовали себя востребованными, нужными, и участниками процесса тяжелее, но это одна из важнейших вообще задач. Пандемия, когда все было закрыто, и люди вообще не имели возможности никуда выходить, кроме как в парке, конечно, создание таких локальных сфер и садов – это дико важная идея. Многие люди потеряли работу, многие люди остались в самоизоляции, сидели дома. Участились запросы для автоволонтеров – это подвоз продуктов, подвоз лекарств, транспортировка ребят с инвалидностью. Выставки откладывались или закрывались. То есть это был период полного хаоса. Потом человек – такое существо, которое ко всему, наверное, привыкает к счастью или к сожалению. К концу марта все-таки мы стали что-то уже производить. Я занимаюсь рентгенхирургией и с 11-го года заведую здесь отделением, которое занимается эндоваскулярной хирургией. Я уехал в отпуск, вернулся, а тут все совсем по-другому стало. И пришел, понял, что моя специальность временно вычеркнута из востребованных. Нас экстренно перепрофилировали, за 48 часов надо было больницу подготовить. Справа, слева, везде возникало ощущение, что рук не хватает, все об этом говорили. Спонтанно возникла идея, говорит, давайте попробуем привлечь волонтеров. Ну, сказано, сделано. Ну как, лучше ведь правду умыть и быть. Я сейчас вас наберу через свой аппарат, и она услышит, ладно? Да, внученька. Я по тебе скучаю. Спасибо, внученька. Я скучаю по тебе. И мы тебя ждем. Он будет ухаживать за тобой. Андрей и я. Слышится? Ладно, сейчас на землю увидимся. Все, давай. Это ванна для этого прицепа. Вот он будет таким. Здесь ковер, как вы видите. Он будет сделан из баннера, он уже напечатан, прожидет своего часа. А это ванна, распиленная напополам, и она будет работать, как маленький диван. Парк на парковке позволяет заговорить о проблеме, там, зелени в городе, и позволяет создавать какие-то споты, где люди могут находиться с природой или хотя бы просто сидеть на улице, на которых до этого сидеть было невозможно. Моя какая-то голубая мечта, чтобы просто через такие проекты горожане немного просто узнали о том, что в городе есть те, кому не все равно на то, что происходит, в том числе в их жизнях. Вот сейчас мы его покрасим, завтра его украсим, и когда это будет уже выкатываться, грубо говоря, в жизнь, мы все получим такой небольшой катарсис, в том плане, что я тут вложился, и тот вложился, и все сотворцы. Когда тебе что-то говорят или дарят ни за что, просто потому что человек — это тоже какой-то совершенно другой уровень, да, уже, что ты достоин чего-либо, просто потому что уже существуешь. Я занимаюсь благотворительностью давно и помогаю и многодетным семьям, но в основном развозила вещи всегда по приютам. А цель создания магазина — это именно такая, чтобы эти вещи доходили до простых, обычных людей. Здравствуйте, вы ко мне? Что-то подсказать может быть вам? Да, мне, вот у меня. Остались, скорее всего, маленькие размеры. 36-й. Вот так у нас происходит сортировка. Девочки сортируют вещи. Мы называем это «Коробочки добра». Сегодня несколько коробочек поедут в район. Ирочка, привет. Мы выезжаем из города и едем к тебе. Что ж, где? Пандемия пошла по нарастающей и сначала воспринималась как что-то, которое довольно быстро закончится, как предыдущая эпидемия того же птичьего гриппа. Затем темпы настолько ускорились, стало уже понятно, что это надолго. И закрываются все возможности у меня, как у художника, у нашего куратора Антона Вальковского. В начале всей этой истории, конец марта или начало апреля, такая депрессивная вокруг была ситуация. И мы решили сбежать. Мы решили поехать в горы. Приехали, и первое, что мы увидели, висящую на дереве маску, противогаз, химическая защита. Затем мы прошли чуть-чуть дальше и обнаружили череп коровий. И получилось, что мы хотели убежать, а нас ситуация с пандемией, нас догнала. Однако это стало отправной точкой для того, чтобы потом идея делать выставку. Мы решили не просто рефлексировать, а разработать некие прототипы художественные, урбанистические, работающие, которые бы помогли делать спасение человеческих жизней. На основе чего? Конечно же, на основе наследия. Потому что в Осетии существует большой пласт наследия, связанный с эпидемиями. Легенды повествуют о том, что люди, заболевшие чумой, самоизолировались в Доргавсе для того, чтобы не заражать своих близких. И это очень важный момент коллективного воображения. Добровольческий центр «Медведь» – это проект организации «Добровольцы Ярославия». Мы регулярно оказываем помощь людям с инвалидностью. Многие наши ребята живут, это колясочники, опорники, они живут выше третьего этажа. То есть, помимо того, что добраться транспортом, нужно еще спуститься. Конечно, в этом нужна помощь всегда волонтеров, физически крепких мужчин и, соответственно, водителей, кто готов от точки А довезти до точки Б. Анатолий, я вам перезвоню через полчасика, как освобожусь. Да, да, конечно. Прошлый раз там ехали. Вот недавно вспоминала, каким образом я нашла Екатерину и не смогла вспомнить. Но, скорее всего, на Фейсбуке где-то что-то увидела. Ну, почему бы и нет. Тем более, когда у тебя есть для этого возможность в свободное время, ну, как бы, не помочь. Тем более, сейчас удаленка позволяет. Все, удачного дня. Увидимся. Ну, вот наша усадьба. И дрова рубишь? И пилю, и рублю. Там молодец. Мне пишет семья, что семья, допустим, там, мама, папа, столько-то детей нужно это и это. Я уже переправляю запрос Ани, она уже формирует. В эти коробочки добра у нас входит все, что, ну, запрашивают, так скажем, граждане. Здесь пакет с детской обувью. Тут, по-моему, вся детская обувь. Ой, какая красотень. Тоже все теплое. Это переработка старых ненужных игрушек, которые люди выбрасывают в Благовещенске. Мы это удачно собираем. И вот эта продукция пойдет ребятишкам из многодетных семей, деткам, инвалидам. Вот такая новогодняя продукция в подарке. Сначала мы формируем среду, а потом среда формирует нас. Можно ходить там и бить окна, а можно поставить одно окно, и, возможно, это спровоцирует какую-то другую реакцию тепную и изменит, там, не знаю, людей. Илюх, кажется, я топ реально все открутила. Потом одновременно все это зажечь. Все. Где праздник? Где салюты? Ржем постоянно. Илюх, как ты еще хочешь? Ты, Илюх, из-за своей. Илюшка, уйди из кадра. Я честно могу разделить свою жизнь до и после. Вот до 27 марта 2020 года и после. Ну, кто стоял у истоков, да, вот этого всего, вот, нам, конечно, очень приятно и в каком-то смысле лестно, то, что мы пришли абсолютно в другую, да, чужую организацию. И все равно нам удалось выстроить процесс, который стал удобен для всех, а главное, он приносит результат. Ну, я не знаю, это и правда стало частью меня. Все, я бы, вот, тут больше нечего добавить. Мы обязаны сохранить вообще то, что у нас сейчас получилось. Я вообще выступаю за то, чтобы людям больше немножко доверять. Если мы чуть больше друг другу доверяем, то дело, оно как-то лучше делается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!